30 июня в Ярославле начала работу 17-я международная конференция «Высокие технологии в диагностической и оперативной эндоскопии пищеварительной системы». Двухдневная конференция была организована для врачей-эндоскопистов, хирургов, онкологов, гастроэнтерологов, интернов из России, Японии, Италии, Испании, Германии, Англии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Лекции и операции провели ведущие международные и российские специалисты в области гастроэнтерологии, онкологии и эндоскопии. Этот курс состоит из двух частей. Первый день включает в себя часть лекций, мастер-класса и живых демонстраций сложнейших эндоскопических операций, часть из которых демонстрируют новейшее эндоскопическое оборудование, впервые используемое в нашей стране. В частности, я бы хотел отметить участие такого эксперта, как Ютака Сайта. Это один из лидеров в разработке новых технологий малоинвазивного лечения начальных стадий рака кишечника. Также будут продемонстрированы и первые результаты двух уникальных видеокапсульных исследований, а также новейшие технологии лечения пищевода Баррата, новейшие технологии лечения ранних форм рака желудка и новейшие технологии лечения панкреатобилиарных заболеваний. Второй день полностью был посвящен тренингам молодых врачей с использованием специальных эндоскопических тренажеров, изготовленных из свиных желудков и коровьих кишок. Такая форма тренинга позволяет освоить новые технологии достаточно быстро, эффективно и без риска для пациента, поскольку она исключает использование врачами каких-либо эндоскопических инструментов без достаточного опыта. Вся учеба проходит только на тренажерах. Демонстрационные эндоскопические операции транслировались из Ярославской областной онкологической больницы, а в рамках конференции были проведены консультации и бесплатные операции 45 пациентов. Кроме того, во время конференции был организован чемпионат по колоноскопии, который проходил на специальном тренажере в два этапа. Конференция по высоким технологиям в диагностической и оперативной эндоскопии пищеварительной системы стала частью новой системы непрерывного медицинского образования, которая включает в себя максимальное количество практических элементов. Продолжение следует...